здравствуйте если меня слышно поставьте плюс или напишите комментариях здравствуйте ждем пока присоединяться больше зрителей видно меня хорошо слышно сейчас еще подождем минутку но я думаю начнем здравствуйте еще раз всем меня зовут виктор бережогин я сегодня у нас будет тренировка начале хочется сказать что он спортивный город где хоккей считается одним из самых популярных видов спорта и не раз он принимал престижный старт и через два года пройдет мировой первенств по хоккей но как говорят чемпионами не рождается чемпионами становятся через угодно труд волю к победе и огромное желание сегодня мы с андреем он является воспитыванием хоккей на предельный город проведем базовую тренировку для начинающих хоккейстов спортсменов тренировка данная предложена была Семеновым Игорем Петровичем Семенов Игорь Петрович это заслуженный тренер России по хоккей и воспитал не такого технического как Егора Ель, Алексея Черепанова и многих других ну начнем снимать Дверь заказал видно хорошо по ходу трансляции я буду отвлекаться для того чтобы отвечать на ваши вопросы в комментариях поближе сейчас у нас две минуты прыжки на двух ногах готов? поехали здесь очень важно прыгать на носочках сильно гусика не нужно подпрыгивать потому что скакалка не очень большая если он замкнется он просто продолжит дальше и здесь не обязательно махать руками со всей силы у него работают только кисти темп тоже не обязательно быстрый можно даже чуть медленнее это у нас такая разминка начинается что указать как у нас что указать не надо это Сейчас пауза, 10 секунд, и он продолжит прыгать уже с одной ноги на другую. Перепрыгивая с одной ноги на другую. Готов? Давай. Все упражнения, которые мы сейчас делаем, они в основном рассчитаны на детей от 8 и до 11 лет. Она, эти упражнения базовые, и пополнять весом не очень трудно. Готов? 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 Готов. Да. Один, давай. Вот этими прыжками на скоканке мы заменили бег. Можно было просто побегать, если было в воде, но из-за изоляции Уходим вот таким способом Продолжение следует... Вот я вопрос прочитал, насколько тяжело тренерам и воспитанникам Есть моменты, когда уже устал от этой изоляции, охота выйти Но даже если уходишь куда-то, все равно наряды полиции Очень хорошо выполняют свою работу и не дают до любого куда-то от дома отойти Не получается где-то за настоятельно позаниматься, а дома тяжело все это делать Все? Ну Давай, вращение по руке Начинаем Начинаем Вращение Руки на поясе Побольше Назад Нужно Посмотреть Форму Есть вращение в одну сторону, есть вращение в другую сторону Вращение в кистей Также Побольше Ампитуду Делаем Вращение 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 И сейчас обратно в сторону. Первый раз, в первом круге. Есть так. Можно на обращение сделать против. Так же руки нам приезжали пальчики тянуты. Руки перед собой. И в разной стороне 10 раз. При вращении в туловище, обязательно вниз наклониться, посмотреть в пол, в сторону. Зад, посмотреть на потолок в сторону. Большая. Сильнее прогибайся назад. Смотри в потолок. Когда прогибаешь назад. Во! Давай, прогибайся. Тоже в голову, тоже в голову. Назад прогиб. Можешь чуть поп ниже подойти. Вот так. Вращение таза. Вот здесь нужно акцентировать, чтобы ноги и голова была на месте работы только так. Внутри прогибался. И таз вперед в сторону. Назад и голова. Ноги на одном уровне. Десять раз в одну сторону. Можно чуть-чуть быстрее. Так. Ноги, конечно, на ширину здесь. Ноги, не наполись. Ноги, в поле. Вот так. Теперь вращение в фаху. Сначала 10 назад, 10 вперед 1 набор, потом 10 назад, 2 набор и 10 назад. Тут вопрос, как часто нужно делать такой комплекс, чтобы сохранить себя в форме? Ну, я считаю, что такой комплекс можно хоть каждый день делать. Очень немецкие затраты, но будут держать в тонусе все мышцы. И это не очень долгая работа. Выдет из себя 40 минут, полгода может в день. Взял. Теперь ноги вместе, руки на колени. Тащи на колени. Вращение в одну сторону, 10 назад, 2 ноги вниз. Колени вниз. Теперь ноги на ширину плечи. и вращение вовнутрь и наружу ноги собираем, ноги собираем теперь на стол проверяем все, разминка у нас закончена теперь мы начинаем с отжимания для отжимания у нас есть упоры мы будем отжиматься на этих упорах отжиматься будем по вот такому листку этот листок объясняет, показывает как располагать эти упоры каждое упражнение мы делаем два раза два раза отжались на коленку утверлились переставили в брусе поменяли положение и вот так вот каждые 12 упражнений по два раза очень два подхода поднимаем поднимаем и поднимаем два раза поднимаем поднимаемся до упора ниже вниз поднимаем и поднимаем тело все прямое не просыпается и на лицу мы тоже не поднимаем взгляд можно тоже вперед Андрей старайся вперед смотреть для ребят вот вопрос читаю список литературы на лето например посмотреть 20 матчей сборной или авангард если честно такого я не знаю но это интересное предложение я думаю его предложить нашим сотрудникам вот он нажался 24 отжимания поднимаем поднимаем небольшой чтобы на второй подход себя подготовить руки стягиваем чтобы они сильно не забивались расслабились побыстрее у него нет сделаем еще один второй подход 30 секунд на паузу поехали до этого отжимаем не на 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 Продолжение следует... 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 Доброе утро! и сработаем и в сторону это раз раз два и раз два здесь так финиса и быстрее если вы еще не будете кататься и обязательно нужно ногой, которая делает штуку выталкивает себя в исходное положение NIH вперед спереди вперед и вперед сгибает вот вперед сливаешь? а как ты делаешь это в сторону? здесь вы сливаете на наружу делаешь выбор первого, то есть правый, то есть так прямошел ну, бежит он теперь мы делаем крюшку не, не, крюшка крюшка у нас такая крюшка, когда мы начинаем с коленами прыжки с коленами здесь мы делаем 20 вперед спину ровно вот коленам, которые бежит крюшка коленами, но им касаться было не нужно точнее, не садиться на крюшку а только коснуться как они будут делать далее игра на настрой все еще раз а 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 все, теперь прошли теперь ногу понятно было, как ногу считается вот вот здесь идет 1, 2, 2 и на ней круглит есть также при этом упражнении работаем устойчиво потому что нужно стоять на ноге на которую я прыгну и еще раз повторяю на колено мы не двигаемся только касаемся устойчивость очень важна баланс остановить все мы берем клюшки будем заниматься клюшкой для занятия клюшкой можно использовать шайбу мы сегодня будем использовать вот такую шайбу пластмассовую в специальных магазинах продается какие есть в общем для шайбы нужен гладкий пол обязательно тогда у вас проблем не возникнет можно заниматься шайбой можно заниматься шариком а вот вот такой вот шарик это может быть шарик для гольфа либо деревянный либо какой-то пластмассовый но он очень твердый также такие магазины такие шарики можно купить в магазине специально очень больше другое у нас короткое линей ноль двое вот на таком расстоянии на расстоянии вот на такое расстояние ниже не стоит потом положим первое здание просто выделить секунду на работу поехали при короткарном углу обязательно очень важно накрывать шаги шаги в другом углу вместе работаем кисти а вот в паузе он весит секунду может быть свободно первое широкое движение готов? поехали при широкое движение вспоминайте нижнюю руку спереди шаги обмореживать ногами для нижнюю два нижнюю и так же с ними будет скрыть шаги скрыть трик спина спина скрыть спина спина скрыть спины спина на Что бы тебе не мешало, может поближе подойти Видно хорошо там? Или подальше Следующее упражнение Короткое ведение Удобное упражнение Работают истиру Работают истиру Работают истиру Работают истиру Стражем Работают истиру Работают истиру Снимаем. Пошли. Пошли. Качество вальдиналя. Нижняя рука стоит. Все правильно. Тайвера на него. Дальше на дворчик. И вот сюда. И вот сюда. Вот. Вот. Обратите внимание на ноги. Ноги. Направлены вверх. Подплеска была неркнута на контакт. Если он расцветлен ноги, то он был маленьким болезненным. Если можно не разворачивать, стоп и ноги. Ноги вам дальше ровно. Оп. Теперь. То же самое с неудобной стороны. Если мы разворачиваем корпус, то, что он не помню, то он не помню. И короткое днение. Так. Как мы можем не разворачивать, правильно смотреть. Короткое днение. Народный. Возьмите коробку. Возьмите коробку. Вот. Возьмите коробку. Ноги коробки. Возьмите коробку. Возьмите коробку. Возьмите коробку. Опа! Есть секунды. Возьмите коробку. А теперь все это. Закрытим. Один. Возьмите коробку. Возьмите коробку. На другую сторону. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Понимаете? Ноги коробки. Одна. Внимаем. Взгляд вперед. Филиппическому зрению. Убирается шайб. Можно перейти на сторонку. Три. 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 Буква П. Потому что он в четвертой шайбе. Три. fte. За ноги дальше бери. Н stuff являются коробками. Соцел möglichst в сне. Вот. Двух, бу광. Вот. так же ты отсюда ведёшь точку посередине, как за ногой здесь делаешь станок, она превышает, поделожит так же на кресло ходишь? да стараемся смотреть вперёд так, повлияло, чужого можно смесли чужого и не смесли на шаре конечно, сначала на шаре надо смотреть руки напоминают это движение чтобы вы затронули вес шаре положение шаре на крюке это всё делается постоянными тренировками как-то подняться и тогда можно влезти вниз, туда и всё это делать вот до следующего упражнения мы возьмём две шарели но это не обязательно может быть шаре могут быть различные другие инструменты хоть перчатки хоть какие-то тапочки хоть вот и упражнения давайте по восьмёрку мы поднимаемся и делаем движение по восьмёрку передашаем поднимаемся к себе поднимаемся обязательно начинайте на клаве у кого нравится не смотреть и нижняя рука поднимаемся кое-как не струкли Продолжение следует... 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 Продолжение следует...